И всем привет, с вами Россиксон. Сегодня я расскажу о том, как быстро посмотреть статистику по криптовалюте на бирже GTO. И почему эта статистика так важна? Ну, например, мы сможем определять настроение рынка, ну и тому подобное. Далее я расскажу более подробно. Такс, а перед этим, подпишитесь на мой телеграм-канал. Ну, во-первых, ютуб может закрыться, и, ну, как бы, чтобы оставаться на связи, приходите в телеграм. И второе, там много локальных тем, которые могут устареть даже через 10 минут после публикации. Но, если вы ими воспользуетесь, то вы можете заработать как малые суммы, так и большие. Например, недавно я выкладывал тест, там нужно было просто нажать пару ответов, при том даже ответы я скинул, и вы бы получили 1000 рублей буквально за 5 минут. Иногда там бывают и прям интересные темы, на которых можно заработать, и довольно большие суммы. Ну, а тут уж как повезет, так что переходите по ссылочке в описании мой телеграм-канал. И напомню, что биржа ГТО входит в топ-10 бирж мира. ГТО считается самой народной биржей, на ней торгуют больше всего людей. И спасибо бирже ГТО за поддержку, я уже сделал более 35 видео. Вы можете посмотреть в плейлисте о бирже ГТО, где ответил на многие часто задаваемые вопросы. Также, конечно, вы можете задать вопросики сюда в комментарии, перейти по ссылочке в описании в чат бирж ГТО, и вам там быстро ответят админы. Так что не упускайте возможности. Немного о Big Data и блокчейне. По сути, определение термина лежит на поверхности большие данные, означает управление очень большими объемами данных, а также их анализ. Если смотреть шире, то это информация, которая не поддается обработке классическими способами по причине ее больших объемов. Потенциал анализа финансовой информации из блокчейна при помощи технологии Big Data огромен. Технология распределенного реестра обеспечивает целостность информации, а также надежное и прозрачное хранение всей истории транзакций. Big Data, в свою очередь, предоставляет новые инструменты для эффективного анализа, прогрозирования, экономического модулирования и, соответственно, открывает новые возможности для принятия более взвешенных решений. Сейчас приведу простые примеры, как можно использовать эти данные. Например, мы видим то, что ланги сейчас 70%, а шорты 30%. Ну, то есть, сейчас людей больше лангуют, сейчас больше людей ставят на рост. Но мы также можем вспомнить то, что обычно толпа ошибается, то есть, возможно, все пойдет вниз. Ну, то есть, как-то на этом думать, анализировать, исходя из этих данных. Также мы можем увидеть, такс, если повысились торги, ну, значит, что-то случилось. Значит, может быть, вышла какая-то новость или что-то такое. То есть, мы можем исходить из этих данных и как-то их учитывать в своей стратегии. Информация о блокчейне соответствует всем перечисленным требованиям и может служить в роли качественных и надежных исходных данных для глубокого анализа при помощи новых технологий Big Data. Но, еще раз напомню то, что, ну, какие бы аналитики ни были, хоть какие-то известные ютуберы, хоть просто крутые трейдеры или просто вы обычный человек, никто не знает, что будет с рынком. И, соответственно, нужно аккуратно торговать там, ясное дело, не на весь депозит, даже не на 50%, не на 30%, а менее чем на 3% от вашего депозита. Ну, как я считаю. Такс, лирическая пауза. Теперь перейдем к Gate.io. Переходим на сайт, выбираем вкладку рынки и нажимаем Big Data. Перед нами предстает главная страница, на которой мы видим состояние рынка в неких поинтах. О том, как они рассчитываются, мы можем только догадываться. Также мы можем видеть 4 других статистических блоков. Ниже мы видим соотношение лонг и шорт позиций. Еще ниже мы можем посмотреть статистику других популярных криптовалют. Еще раз скажу, что у меня доступны некоторые упрощения и некоторые неточности, так как я могу ошибаться. Если что, все ссылочки вы сможете все посмотреть сами на официальном сайте BergeGate.io. Примерно так. Такс, далее. Мы поднимаемся выше и выбираем вкладку данные ликвидации. Здесь мы видим часовую и дневную статистику о ликвидации по выбранной криптовалюте. Мы можем выбрать все криптовалюты или оставить, например, эфир. Здесь мы можем сравнить данные о ликвидации с другими биржами. Теперь перейдем к контрактным позициям. Здесь есть два графика. На одном мы видим общую картину по рынку, а на другом графике мы можем посмотреть статистику по биржам. Такс, переходим в вкладки соотношения длинных и коротких позиций. Там видим спидометром с изображением быков и медведей и процентным соотношением. Правее мы видим соотношение лонг и шорт позиций на разных биржах, а ниже мы видим отдельные графики по шорт и лонг позициям. На этом пока все. Хотел бы отметить две прикольные вкладки. Я их не использую, но они очень интересно оформлены. Рост и падение цен и направление движения денежных средств. На первом мы видим концепталию досков, где лежат кружки с ценой покупок, а во втором мы видим человека в виде супермена с логотипом гейтайона груди. Его настроение меняется от состояния рынка. Ну напомню, что я считаю, что стоит покупать, когда все боятся, когда цена на минимальных значениях, и продавать тогда, когда как раз таки максимальный спрос, максимальный хайп, вот примерно так. То есть даже можно для этого использовать вот такие вот... В общем, для такого анализа можно использовать некоторые такие инструменты. Ну вот так же. Будьте аккуратны. Удачи, спасибо за просмотр. Можете написать конструктивную критику в комментариях, я буду благодарен каждому. Но, пожалуйста, без особого негатива. Ха-ха, удачи!